всем салон да мы вас категорически приветствуем пацаны значит давайте подтягиваемся скидываем ссылочку своим знакомым дурачкам зигометом расистом гомофобом сексистом антисемитом ну в общем всем всем тем друзьям родным врагам шликает на накид бойками позднякова и других дурачков вообще конечно я немножко в шоке с того что 21 век 2020 год и нам приходится объяснять очевидные вещи что расизм это не выход это какая-то фигня если честно мне даже немножко стыдно что мне приходится объяснять настолько очевидные и понятные всему цивилизованному миру вещи потому что казалось бы были уже примеры в истории с тем же самым гитлером да когда человек пытался реализовать свою расистскую теорию причем у него были для этого все возможности и естественно в финале он соснул я не понимаю как получается так что в 2020 году мне на полном серьезе приходится объяснять настолько простые и очевидные вещи так чуть тише музыку вот сегодня с нами парабеллум парабеллум человек который разбирается в значит в том числе и психических расстройствах аками это человек с психическим расстройством собственно сам это признал я ауза ауза дай что скорее всего влияет на его поведение на на его позицию в принципе на то что в этом одном человеке собрался и расизм и антисемитизм и гомофобия и сексизм то есть все те самые измы которые очевидно не приносят никому никакой пользы я хочу сделать такое уточнение почему почему я вообще касаюсь этой темы дело не в том что я пытаюсь или хочу всех уравнять или сказать что все значит должны быть все у всех все должны быть значит уравнены и что все равны в плане их возможность конечно же это не так например я умнее чем большинство тех кто сейчас смотрит этот стрим да или например я умнее расистов которые утверждают что расизм это хорошо а какой-нибудь чернокожий лучше играет в баскетбол а какой-нибудь азиат лучше проектирует интерфейса например какая-нибудь женщина лучше делать минет чем я я просто не умею его делать но это не значит что кто-то из нас лучше или хуже в общем у всех из нас есть свои преимущества какие-то вещи которые мы можем делать лучше или хуже я топлю за равенство возможности я топлю за то чтобы общество было здоровым то есть любой человек независимости от размера его носа наличие тех или иных половых органов того или иного цвета кожи имел возможность не быть дискриминируемым за то чего он не выбирал например да или то что было дано ему при рождении имел равные возможности в плане прав в плане карьерных возможностей и так далее я не знаю что и каких целей пытаются добиваться расисты но люди которые предлагают устраивать успешный геноцид это явно долбоебы потому что собственно история доказывает что россия точнее что геноцидов успешных нет и быть не может вообще топить замах массовое убийство людей это по мягкой вам по меньшей мере глупо кто-то может проявить что он лёв но ты же троллируешь хачей у тебя же есть хачатинка но нет такой расы как хочу это не расизм я строю свой троллинг на провокации определенной определенного менталитета то есть я троллирую не раз я троллирую ментальные конструкции в голове человека например ментальная конструкция о святости матери я использую эту ментальную конструкцию в голове человека чтобы разорвать ему шаблон и неважно это ванька из уренгоя или ахмед из какого-нибудь или рассул из дагестана и у того у того человека в голове есть определенная формула которую я могу выебать и на этом строится троллинг при этом я не предлагаю уничтожать жителей кавказа и собственно кавказ тоже неоднороден да но поэтому не нужно думать что хачатинка имеет какое отношение к расизму в общем это то что я хотел сказать самом начале я думаю сейчас парабеллум всем пояснить немножко подробнее конкретно мы рассмотрим сейчас потому что я вчера предложил вам у себя значит сообществе привести хотя бы один тайм-код в котором бы в рамках интервью с как быками я сказал что-то не так и тут еще важное уточнение есть значит я мы не обсуждали сками мы не обсуждали формат нашего общения то есть какой-то его знакомые администраторы в группы в вконтакте предложил мне с ним пообщаться у нас не было обсуждения будут ли это дебаты или будет это интервью это должен был быть просто разговор я например не считаю что если я задаю человеку вопрос и он в ответе несет какую-то хуйню я должен молчать и собственно как только я попытался чуть-чуть надавить на каме то есть подебатировать с ним он сразу завизжался закричал что ой-ой-ой я не готовился мне не говорили что это будут дебаты я думал что это будет интервью видимо пообщавшись собственно с айтипеди этим недоразвитым да который написал на бумажке два вопроса зачитал их ему до комплементарных причем да это было комплементарное интервью в котором никто не ставил под сомнение тот бред который не сками видимо он думал что здесь будет точно такая же ситуация и собственно после того как он ссыканул дебатов я дальше не пытался на него давить я просто задавала вопросы давая каме обосраться так сказать прилюдно все еще конкурс проводится если вы считаете что в каком-то моменте интервью я сказал что-то не так скидывайте тайм-код скидываете обоснование того что я значит обосрался или нет и взамен вы можете получить либо доступ халявный в патреон либо халявный доступ к анфач и так парабеллум расскажи-ка нам что ты поставил так правильно да 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 посмотрел интервью но начнем с небольшого знакомства с виспакем парабеллум дамы и господа я ник ник кайр с канала парабеллум настоящий момент веду канал о популярной культуре и кино но раньше я как известно занимался тем что обсирал совков и меня считали фашистом по всей видимости сейчас я обосру расиста и меня будут считать леваком но в самом деле я как бы придерживаюсь правоцентристских даже скорее просто центристских взглядов я жуткий индивидуалист и выступаю грубо говоря за то чтобы никто не полоскал друг другу мозг по поводу того где и как ему жить однако я не могу сказать что я абсолютно толерантный человек так как при этом считаю что для каждого человека должна быть сформирована его комфортная и привычная культурная среда что касается кэт бойками я собственно говоря не удивлен что он получил такую популярность ну поскольку а формат провокационные формат интересный и через это он так сказать ретранслирует свои политические взгляды я еще в прошлом году в одном из роликов кажется в ролике про джокера да в ролике про джокера заявлял что леваки доиграются со своей толерантностью со своими с ретрансляцией своих политических воззрений на популярную культуру и будет ответная реакция как в тридцатые годы двадцатого века в европе если вы понимаете о чем я ну и собственно говоря вот так и получается то что ответной реакцией стала становится популярность радикалов типа кэт бойками а каких еще вот кроме кэдбойками кэдбойками хайпанул просто потому что он троллит достаточно толсто ты можешь назвать каких-то других таких же значит расиста анониста антисемита сексиста ну короче говоря такого ну это же присуще собственно людям которые не успели задуматься понимаешь и тут навязали я не могу другого то еще назвать кроме иками не ну можно конечно вспомнить про свирнина или как его просверлено но тролль ты из него хуёвый да это совсем он ну да поскольку он помимо всего прочего поддерживает еще и известно что как бы ты об этом может говорить а мне нежелательно да 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 так пусть того как знать что он признается что он расист ну тут в принципе а так вот напрямую критиковать нечего на 15 минуте он сравнивает уровень общественного развития исходя из соотношения ввп что как бы глуп глупо особенно учитывая что россия торгует энергоресурсами а у нигерии их нет и сравнение как раз по доступу к туалетам как бы смешно не звучало говорит куда больше об уровне развития общества но тринка удивился когда его спросил про туалеты он подумал что я долбоёб типа как можно спрашивать то что есть у всех туалеты дома есть у всех в австралии куда но не в россии какой бы ввп не нарисовали россии туалетов там дома больше не станет и меньше детей которые проваливаются и умирают в этих уличных туалетах не станет следовательно у тебя по поводу этих туалетов было очень много нападок вот я открыл данные росстата все ссылки я сразу говорю будут в описании вы можете их прям смотреть но я еще буду пояснять более 20 процентов российских домохозяйств не могут не имеют доступа к централизованной канализации 16,8 процента пользуются системой труб выгребные ямы а у 5,8 процентов населения системы канализации отсутствует централизованной канализации отсутствуют у шести шести с половиной процентов россиян проживающих в сельской местности в том числе 48,1 процентов семей в селах пользуются выгребными ямами а 18,4 не имеют канализации вообще в городах где россияне в основном проживают многоквартирных домах ситуация лучше только 9 процентов горожан сообщили что не имеют доступа к канализации среди многодетных семей как раз проект по этому поводу ты в основном говорил про многодетных 40,9 процентов не имеют не подключены к системе канализации 29,7 процентов используют выгребные ямы и у один целых двух десятых отсутствует канализация такое вот положение но при этом знаешь мне бы еще хотелось упомянуть уровень газификации которая продает газ да 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 на по данным на конец по итогам девятнадцатого года значит причем эта статистика не опять же не откуда-то это со слов чиновника лишь 70 процентов 70 целых одна десятая процентов домов в стране газифицированы то есть 30 процентов топят дома дровами собери бабушки дрова это же знаменитая акция которая по телевизору собирают бабушки дровишки в газовом в австралии чтобы ходил типа собери бабушки кенгуру и немножко пальм сруби понимаешь он мыслить теми категориями которые привык он как бы экстраполирует свои взгляды на жизнь вот потому что он разговаривать там про россию там что она играет какую-то роль вот в политике значит у них примерно то же самое что и у нас как вот в австралии дальше пойдем дальше не будем особо зацикливаться на этом дальше еще больше пиздец начинается шестнадцатая минута 30 секунд примерно он обвиняет евреев во всех войнах видимо отрицая всю историю от древнего рима и до наших дней whenever you have a war of one group of white people versus another group of white people it always comes back to the juice oh yeah не знает что сталин выпил всех евреев как только пришел к власти причем он сталин дважды по сути объявлял выпиливание евреев это вот непосредственно после своего прихода к власти начались гонения и после второй мировой войны когда он начал громить антифашистский комитет евреев в ссср именно при нем ссср начали вести именно при нем ссср начал вести наиболее агрессивную территориальную экспансию также к бойками перескакивает от второй мировой октябрьской революции не понимая что между ними разница как бы в 10 лет за которую успело много чего произойти и кстати вот об этих об отношении сталин к евреям хорошо рассказывает трилогия леонида парфенова ссылку на статью я оставлю то есть там краткий синопсис вы можете зачитать опять же ссылка в описании ну и впоследствии найти посмотреть эти фильмы если кому интересно положение русские евреи это я запамятовал у меня кондиционер просто здесь немножко начинает морозить так что я убавлю так ну и собственно говоря посмотреть какую роль на самом деле в ссср играли евреи да на самом деле евреи они очень можно сказать позитивной стороны встретили революцию а были многие были ее непосредственными участниками и руководителями но опять же нужно понимать причину что они в российской империи и были как бы сказать угнетаемым слоем общества и непосредственно из-за этого они только хотели улучшить свое социальное положение когда у них предоставилась такая когда я представилась такая возможность но и говоря простым языком отомстить есть что-нибудь что добавить поэтому количество евреев там еще было он там что-то рассказывал что евреи значит после второй мировой перед дальше или это здесь это если я не ошибаюсь дальше дальше да это да ровно через минуту 17 минута 30 секунд он отрицает национально-культурные различия европеоидные расы опираясь на генетическое сходство которые и будет краеугольным камнем всех его последующих тезисов которые лучше будет разобрать детально что мы сделаем в дальнейшем regardless of how you feel about each other culturally genetically which is what's important you are very similar you basically you're the same race right so to be fighting against your brothers like that то есть для него все белые люди это вот такой единый народ швейцы построили себе нормальное государство а белые люди в россии живут в человейниках как черные люди в штатах социальном жилье причем белые люди в россии такие же собственно недавние рабы официально причем рабы как и черные в штатах но при этом если ты белый значит у тебя совершенно одинаковое поведение что по факту совершенно не так что вообще не так по факту но видимо для него белые это все какое-то некая единая прям масса вне зависимости от страны культуры ментальности и условий развития да 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 и а во всех войнах виноваты конечно же евреи да то есть история со времен древнего рима все войны которые белые вели в европе между друг другом в счет не идет их видимо тоже спровоцировали евреи он полагает а и меня вопрос если гитлер в свое время мыслил теми же категориями что его нордическая раса идеально то почему ему пришлось убить или стерилизовать тысячи представителей своей же любимой расы которые были психически больными инвалидами гомосексуалистами носителями неправильных взглядов и прочими нежелательными элементами например вот можно вспомнить евгеническую программу умершвления т4 ссылку на нее также оставлю в описании то есть а те люди просто были нежелательными элементами но в принципе были представителями нордической расы вот как так как так объяснить раз они уже по умолчанию по праву рождения сверх люди почему с ними необходимо бороться и стерилизовать или умершлять ну видимо потому что таки расовой теории состоятельные пришлось дописать еще как бы ошибки которые не подходят под расовую теорию ну да то есть в теорию пришлось вносить множество поправок причем на ходу и кстати причем поправок не соответствует теории типа исключений да только исключения почему это получается слишком много и кстати стоит упомянуть что существует вероятность что дедушка гитлера был евреем если верить мемуаром адвокат его адвоката ганса франка он якобы раскопал что племянник фюрера уильям патрик гитлер якобы писал фюреру письмо в котором угрожал что расскажет об этом общественности в связи с чем гитлер попросил франка заняться этим вопросом в качестве адвоката та ссылочка также будет в описании ну поехали дальше 18 минута 34 3 4 секунда к дбуками не в курсе о том что ссср состоял из множества разных оккупированных народов вот здесь конечно я бы хотел услышать от него пояснения потому что со стороны это выглядело именно так не он просто не понимает что советский союз он не знает разницы между московией россии российской империи советским союзом и оккупированными республиками для него это все одно раша не образован он не в курсе что сама россия была объединена лишь при его и ване третьем из нескольких захваченных москова за москвой княжеств он не знает про великое княжество литовское не про ли речь посполитую не про киевскую русь не уж тем более про отдельные княжества такие как я вятская вечевая республика новгородская республика и так далее в целом он оперирует довольно общими понятиями и это прослеживается причем во всем абсолютно во всем он гребет все под одну гребенку здесь уже в одну статью не вложишься конечно но данные исторические факты можно подчеркнуть из той же википедии но я думаю в школе-то истории учили все и могут сложить два плюс два ты понимаешь в чем дело скорее всего камни эти мгшники и остальные долбоеба они как ватники собственно почему между ними разницы никакой не вижу они отрицают значит уже известные так сказать и общепризнанные факты и рассказывают о рептилоидах плоских землях о том что значит на самом деле во всем виноваты евреи правда никаких пружков у них на это нету есть ощущение понимаешь вот я чувствую что это так а пружков никаких нет да так на исходе 21 минуты камни говорит о генетических отличиях евреев как будто что-то плохое ведь так то все люди генетически по сути друг от друга отличаются иначе мы просто все были одинаковые но он утверждает что раса то бишь генетика является фактором определяющим твою личность куда больше степени чем культура и образование то есть среда в которой ты растешь и развиваешься оказывается вот так родился ты бедным тебе не в школу ходить не надо видимо не книжки читать ты уже сверхчеловек а родился черным сколько бы образования не получал все равно ты биомусор я бы здесь посоветовал ему почитать биографию пианиста дона ширли по которой пару лет назад сняли хороший фильм зеленая книга он родился в обычной черной семье с ямайки обладал талантом к музыке и в итоге стал известным музыкантом и композитором еще во времена расовой сегрегации в сша ссылку на его биографию я также оставил жека ты смотрел этот фильм какой зеленая книга блин конечно конечно где он куда-то на машине классный фильмец кстати да и собственно зеленая книга это собственно реально существующая зеленая книга это по сути ну не документалка но на очень реальных событиях основанная книжка ну да говорили то что многие события очень приближены особенно персонажи получились очень реалистичными и там уже там же суть в том именно чтобы показать то есть вот итальянец да такой полукриминальный элемент неотесанный немного такой ну бодловатый и вот черный пианист который у которого манеры как бы это сказать вот чуть ли не уровня викторианской эпохи наверное то есть утонченная натура на него даже этот итальянец как его звали то то не болту по-моему орет то что да я больше черный чем ты если помнишь там была такая сцена что ж рекомендую также всем ознакомиться с этим фильмом идем дальше 21 минута 43 секунда ковыря распространение христианства в африке утверждает что оно не могло не помогло им вылезти из говна конечно религия оказывает существенное влияние на мировоззрение человека но при этом она не является определяющим фактором есть куда больше факторов которые в большей степени влияют на то кем в конечном итоге вырастает человек также он не берет в расчет что христианство не однородная культура и различие различаются в разных частях света и что-нибудь что добавить но вообще по моему нет нету ни одного одинакового христианства то есть везде свои локализации везде были какие-то свои культы свои если посмотреть например на только в латинской америке прижилось христианство то ты не можешь не заметить там остатки предыдущих культурных наслоений которые там были до каких-то там их верования эти же там марш и марш этих смерть или как они называются я не помню когда у них там праздник какой-то да то есть ты в других частях света у христиан такого не встали не мертвых по моему ну да да там мультик про это был да точно также собственно как христианство на территории значит славянской территории да очень куча каких-то предыдущие языческих вещей и потом его накупала еще каких-то штук трансформировались в христианскую как бы локализацию и христианство намазалась на предыдущий языческий короче говоря слой масленица масленица полностью языческое что мероприятие вот и собственно в этом нет ничего удивительного во всех частях света куда она приходила христианство слушай в японии тоже есть христианство у японии свое не такое как в других местах мы еще вернемся кстати неоднократно к вопросам религии и будем подробно их разбирать что ж пойдем дальше 23 минута 15 секунда катбу утверждает что гены влияющие на импульсивность также влияет на склонность к воровству но ведь непосредственно генов вранья и генов воровства не существует любое врожденное качество или склонность можно развить по-разному итоговый результат зависит от внешней среды культуры и образования исследования показывают что гены отвечают за 50 70 процентов разнообразия людей по уровню интеллекта только интеллекта и лишь за 28 49 процентов различий по выраженности в пяти универсальных наиболее важных свойств личности уверенности в себе тревожности дружелюбию сознательности интеллектуальной гибкости данные по наследственности антисоциального поведения варьируются от 30 процентов до пятидесяти процентов эту справочную информацию эту информацию я подчеркнул из справочника справочное информационное пособие серии в помощь приемным родителям и специалистам ссылочка также есть в описании то есть мало того что по сути какие-то конкретные отрицательные черты то есть склонность именно к воровству или склонность к насилию они не передаются генетически то есть да они могут быть совокупностью каких-то факторов но то есть отдельных генов насилия генов антисоциальности воровства вранья там преступности нет так они еще и являются довольно условными то есть как мы видим среднем максимум они способны выдавать 50 на 50 вероятность того что ген будет унаследован точнее часть генов так что здесь опять промашка у камеры и собственно есть куча примеров того как у совершенно отбитых скам родителей да каких-то там алкашей низов общества рождаются дети которые потом достигают небывалых высот как те же самые великие композиторы некие вы можете знать их фамилии и вообще то есть это совершенно никак не определяет то есть если ты ребенок родителей значит которые нарушали закон это не значит что ты будешь нарушать закон тебе ген преступничество никак не передаст а вот если ты растешь в плохом районе у тебя нет образования у тебя нет карьеры тебя вынуждает воровать да например в штатах очень много неблагополучных районов у черных и там для того чтобы влиться в какую-то банду чтобы потом например торговать наркотиками еще чем-то тебе нужно замочить полицейского то есть 14 15 летние черные значит их для того чтобы приняли в банду им нужно убить полицейского это никак не расово детерминированно это определяется исключительно теми условиями которых этот человек живет и поселите такого человека в успешный район да ему нормальное образование из него вырастет замечательный профессионал или тот же самый ученый или президент как тот же самый обама можно переходить дальше я думаю так 25 минут 35 секунда он заводит старую пластинку про евреев видимо его любимая тема он говорит о мнимой успешности евреев как и причине что их во первых он говорит что эта причина по которой стоит ненавидеть подразумевает и чем это интересно отличается от того что негры ненавидят белых за их успешность во первых причем он утверждает что это обусловлено генетически высоким уровнем айкью евреев к этому мы еще вернемся хотя если говорить о том что евреи более успешны то можно сказать что их способности вызваны их необходимостью тысячелетиями выживать а не гены а не генами но в израиле почему-то не живут поголовно олигархи государство весьма развитое но люди там точно также живут обычной жизнью это не какая-нибудь ваканда также он приписывает им кумовство или землячество но ведь это свойственно любой диаспоре особенно тем кому приходится приспосабливаться здесь я думаю мне небольшое упущение наверное стоило какую-то ссылку на историю еврейского народа оставить но я думаю те кому интересно найдут а те кому действительно те кто действительно этим интересовался об этом знают то что евреи получили свое государство только в в середине двадцатого века после второй мировой что же касается уровня IQ из книги коэффициент интеллекта и богатства народов опубликованный в 2002 году в Лондоне это довольно как бы известный и котируемый труд следует что наибольшим коэффициентом интеллекта обладают вообще азиаты а не белые корейцы японцы и китайцы из израиль же с показателем 94 а стоит ниже россии с показателем 96 ссылочка есть все просто это данные приведены на википедии из этой книги на каждый тезис который вы слышите сейчас в описании есть ссылка я хотел бы увидеть нечто подобное от приверженцев ками на каждый его тезис приведите мне пруф если вы способны я уже делал такой просто опрос в паблике не один я предложил награду чтобы кто-то описал никто не смог ничего привести то есть это просто оголтелые школьники которые услышали лозунг и теперь с ним бегают и машут флагом потому что им нравится что это типа против цивилизованного мира или там цивилизованной позиции ну далеко не на каждый на самом деле потому что некоторые его тезисы особенно которые пойдут ближе к концу разъебываются просто логическим путем и даже не нужно приводить пруфов то есть там школьники не пытаются анализировать они просто услышали то есть как это работает типа школьник слышит чувака который с уверенностью несет бред и думать нет но если он так уверенно несет значит он блять говорит правду пиздец блять просто ну значит наша задача сделать это за них раз они сами голову включать не умеют да два старика итак двадцать седьмая минута тридцатая секунда сразу говорю я время привожу немножко условно в основном потому что там как известно фразы растянутые он предлагает подогнать христианство под современный мир здесь я довольно развернуто буду отвечать сразу говорю я его поздравляю христианство уже подогнано под современный мир и называется законодательством в сфере прав человека а что касается самих верований и атрибутов они развиваются естественным путем по мере эволюции общественного сознания и нет смысла это как-то регулировать как раз регулировать это пытаются вот например в россии да насаждая нормы рпц которые устарели уже давным давно да то есть вот по сути ортодоксальное христианство христианство когда-то разделилась на православие и католицизм из католицизма впоследствии вытек протестантизм из православия молоканство и другие течения отрицающие роль церкви в качестве посредника между богом и человеком я об этом хорошо знаю потому что я наполовину по происхождению сам молоканин что же касается непосредственно регулирующей роли христианства то ее функции выполняет международное право думаю лучшим примером здесь станет всеобщая декларация прав человека принятая оон сорок восьмом году ставшая основой конституции и аналогичных основных законов большинства развитых и не очень стран давайте же поподробнее сравним 10 божьих заповедей со статьями декларации с некоторыми статьями потому что их там намного больше их 30 штук и у каждой есть несколько подпунктов первая заповедь я господь твой да не будет у тебя других богов кроме меня в преамбуле декларации же говорится генеральная ассамблея провозглашает настоящую всеобщую декларацию прав человека в качестве задачи к выполнению которой должны стремиться все народы и государства этими словами подчеркивается главенство и незыблемость изложенных в декларации норм то есть я сейчас скажу немножко может не понравится там православным да но как бы новый бог это декларация прав человека вторая заповедь не произноси имени господа бога твоего напрасно это бы здесь было трудно но я нашел совпадение статья 30 декларации ничто в настоящей декларации не может быть истолковано как предоставление какому-либо государству группе лиц или отдельным лицам право заниматься какой-то деятельностью или совершать действия направленные к уничтожению прав и свобод изложенных в настоящей декларации то есть слова декларации ее какие-то пункты не могут быть использованы против нарушения ее же норм точно так же как и понапрасну не может употребляться в суе имя господа я даже смотри на что нашел помни день господень 3 заповедь я нашел подтверждение этому в преамбуле преамбула говорит следующее принимая во внимание что пренебрежение и презрение к правам человека привели к варварским актам которые возмущают совесть человечества и что создание такого мира в котором люди будут иметь свободу слова и убеждений и будут свободны от страха и нужды провозглашено как высокое стремление людей дальше там еще есть но думаю этого будет достаточно то есть нас этот пункт не пункт а слова преамбула они отсылают ко второй мировой войне как к величайшей трагедии человечества которая необходимо помнить четвертая заповедь почитаю отца и матери все это расплывчато поэтому я думаю все таки мне удалось немножко найти то что соответствует статья 16 пункт 3 семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства думаю здесь пояснение не нужно пятое ну не убивай каждый час статья 3 декларации каждый человек имеет право на жизнь на свободу и на личную неприкосновенность то бишь право на жизнь нас интересует в данном случае а шестое не прелюбодействуй здесь к сожалению промашка ох что эти современные нравы да совсем забыли отбились ну ладно здесь кстати ну спорный момент я думаю это стоит как бы заслуживает отдельного а есть есть собственно супружеская измена да является до современном законодательстве является основанием для собственно основанием основанием для развода является да причем я хочу сказать что мы можем долго разбирать каждый западе просто хочу сказать что кто-то может подумать да что из-за того что христианство стало доминирующей религией которая значит была взята на вооружение основными государствами которые двигали прогресс кто-то может подумать что это христианство является основой морали человечества но на самом деле это не так заповеди которые прописаны в во многих религиях не только христианство но во многих религиях они все примерно про одно не убивай не воруй и так далее так вот эти законы сами по себе они исходят они это типа естественные законы то есть они исходят из человеческого естества из обычного человеческого слэш животного альтруизма и отношения к друг другу как к собственно к участникам одной системы то есть то животные просто так не убивают друг друга да внутри групп то есть если мы рассмотрим тех же самых там обезьян или еще кого-то у них просто у них есть понимание того что мочить друг друга просто так это не вариант а потом это уже формализовалось в виде каких-то религий которые нужны были для управления людьми ну и в конце концов уже в конституции законодательства которые есть во всех значит странах ну я все таки закончу этот пункт да потому что там дальше интересно на самом деле давай давай седьмая заповедь не кради статья 17 декларации пункт 2 каждый человек имеет право на жизнь на свободу и на личную неприкосновенность стоп а по-моему я перепутал да-да-да-да-да я немножко перепутал но в другой статье говорится о собственно праве на личное имущество и его неприкосновенность собственно говоря для всех государств в конституции прописывается данное право владения частной собственностью и неотчуждаемость частной собственности а ну кроме кроме совка там видимо воровство то в порядке вещей было да это и проблем которую СНГ унаследовало причем что-то спиздить заводы это святое дело да ну или будучи государством спиздить что-то у простого населения да у народа восьмое восьмая заповедь не свидетельствуй ложно против ближнего статья 12 декларации но она также имеет отношение к предыдущему пункту а да вот что у меня получилось поэтому я подумал что что-то не так никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь произвольным посягательством на неприкосновенность его жилища тайны его корреспонденции или на его честь и репутацию каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства защиту закона от такого вмешательства или таких посягательств ну то есть не лги не лги о другом и не вторгайся в личную жизнь и не посягай на частную собственность вот вот собственно расовые все вот эти вот приколы расовые гомофобные сексистские и так далее они как раз пытаются вторгаться в личную жизнь и регламентировать кому кого любить в какие так сказать физиологические отверстия и почему с чего это какой-то необразованный поц и я честно говорю не только про Ками или там про Познякова про остальных зигометов которые в принципе никакой пользы обществу не принесли например гей Тьюринг принес охуительную пользу всем нам у нас есть компьютеры и если для того чтобы наш прогресс двигался нам нужно чтобы люди с другой сексуальной ориентацией чувствовали себя комфортно в обществе то лучше замочить всех расистов понимаешь чем пытаться лезть и дискриминировать геев да Тьюринга до смерти там заморили этими препаратами вот такие вот долбоюбы как этот Ками понимаешь трахали человеку мозги во-первых Тьюринг же не просто компьютер стоп 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 секундочку тут стоит остановиться есть собственно фильм с Камбербэтчем про Тьюринга Камбербэтч да и собственно Тьюринг он не просто компьютер изобрел Тьюринг хакнул Энигму Тьюринг это человек который его вклад внес решающий перелом в войне против Германии ебать копать этому чуваку все эти расисты должны бегать и целовать ему ноги потому что если бы не они то кто знает какой сорт мыла из них бы получился да я здесь немножко включу так сказать историка и напомню то что Англия вела очень тяжелую войну с нацистской Германией на море в Атлантическом океане собственно говоря и потопило столько кораблей и подводных лодок по сравнению если сравнивать по объемам затраченного металла на их производство то вся танковая промышленность Германии да просто меркнет и бледнеет в сравнении с тем сколько что называется Британия отправила на дно включая вот благодаря также заслугам Тьюринга так девятый девятая заповедь не пожелай жены ближнего своего снова возвращаемся к 16 статье но нормы здесь трактуются в более современном понимании конечно же там говорится о возможности свободно вступать в брак при достижении совершеннолетия ценности семьи и что отношения должны быть основаны на согласии обеих сторон то есть самое главное то есть во главу угла ставится не просто что женщина там чужая собственность в том что она свободный человек и имеет собственную волю ну и десятое заповедь мне вот это больше всего понравилось не делай себе кумира что сейчас особенно актуально в СНГ да и здесь я нашел довольно интересную трактовку как это трактовать в современном мире так статья 20 пункт 3 воля народа должна быть основой власти правительства эта воля должна находить себе выражение в периодических и не фальсифицированных выборах которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм обеспечивающих свободу голосования то есть не создай себе кумира я считаю в современном мире стоит трактовать как не создать себе диктатора кстати актуально в свете последних событий в Беларуси да живи Беларусь кстати как мы видим основы международного права вполне отвечают христианским заповедям и намного четче регулируют человеческие отношения ведь в одной лишь декларации он статей целых 30 и они адаптированы под современные реалии чего так желает Ками это уж не говоря о том что насколько развито законодательство различных государств мира то есть есть основные законы есть конституции есть подзаконные правовые акты и так далее декларацию я конечно же оставлю по ссылочке там кому вдруг интересно можете с ней ознакомиться и 31 минута 50 секунда Ками заявляет о том что мировая история знает примеры успешных геноцидов геноциды были успешны успешно уже и в целом человеческом истории ну во первых я думаю что доказывать чем плохи геноциды необходимости нет если вы считаете иначе что вы наверное совсем больно и это вам нужно идти лечиться в психушку и принимать таблетки а не мне и вряд ли что то можно доказывать человек который считает приемлемом убийство массовое убийство представителей целых народов к тому же в историографии попросту не существует примеров успешного геноцида когда были истреблены поголовно все члены того или иного народа конечно есть много примеров успешных завоеваний сопровождавшихся геноцидами когда представители приставали существовать цивилизации например майя ацтеки но к полному исчезновению индейцев это не привело несмотря на то что группы были и без того довольно малочислены чего уж говорить об уничтожении целых наций и раз я оставлю статью о десяти известных и жутких геноцидах в истории и не один из которых не завершился если можно так это назвать успехом ссылочка в описании есть что добавить коллегам слушай ну вообще для меня словосочетание успешный геноцид звучит блять просто очень дико и это опять же мне стыдно что нам смешно если бы не было так грустно да это просто какой-то пиздец то есть мы имеем доступ сейчас к огромному объему информации из которого можно сделать вывод что геноцид это не выход и чьими руками он собирается его делать он говорит что если бы у нас было двести таких людей как террент типа все было бы хорошо ну ничего бы не было бы хорошо просто было бы больше крови и это бы не решило совершенно вопрос продуктивности в российских идей нет никаких вообще да вы как бы вы должны понимать что насилие это действует в обе стороны и на каждое действие есть противодействие блять я все-таки не зря тогда у себя говорил что блин когда наше поколение с тобой вымлет блин настанет апокалипсис нахер 33 минута 48 секунда также он называет геноцид хорошим решением в долгосрочной перспективе но не уточняет хорошим решением для кого в реальном а не вымышленном катбоем мире существует бесчисленное множество групп людей объединенных определенными признаками которые мешают так сказать другие группы людей многие друг друга откровенно ненавидят но не уничтожают потому что все таки мы пока что все еще стоим с цивилизованными людьми более менее и цивилизованная часть общества занимается регуляцией подобных вопросов и мне непонятно что предлагает устроить соревнования по геноцидам то есть кто кого загеноцидит а ему стоит напомнить о том вообще кто по численности превосходит какие расы китайцы да а насколько как размножаются африканцы он не в курсе интересно тоже ведь допустим если китайцы с неграми объединятся и китайцы их вооружат своим оружием что что интересно получится если он объявит если вот такие вот как он объявит расовую войну я думаю шансов у них будет немного ну да а адекватные люди которым спокойно живется блять и так попадут в мясорубку 33 минуты 43 секунда при этом называя геноцид решением всех проблем он тут же включает конспирологические теории отрицающие холокост хитлер не пытался геноцидам ммм напоминает позицию разного рода совкодрочеров и леваков то есть Сталин никого просто так не расстреливал да и вообще никого не расстреливал но масса вас мы всех суки расстреляем либераки проклятые он сравнивает изоляцию японцев в США с лагерями смерти для евреев якобы это была превентивная мера на время блять превентивная мера на время войны только я не помню чтобы германия в то время воевала с еще не существующим на тот момент израиле он нагло врет что после войны евреев осталось столько же сколько и было до войны но он по сути перечисляет вот три конспирологические теории то есть отрицающие пропускную способность лагерных печей и существование газовых камер а также миф о популяции в книге американского профессора Джона Зиммермана отрицающие отрицание холокоста собраны исследования опровергающие доводы отрицателей ссылку на ее русскую версию оформленную в виде отдельного сайта я также оставлю в описании самое интересное что любой человек может ездить в концлагеря они остались они никуда не делись и своими глазками выпученными посмотреть и на газовые камеры и на крематории есть замечательная книжка психолога который попал в концлагеря скажи из жизни да называется где он описывает что там происходило внутри и как там собственно уничтожались люди видимо камень не читал этих книг видимо просто зигометы не в курсе что собственно есть огромный объем документальной информации о преступлениях СС и гитлеровской германии и уничтожение людей в том числе массово евреи да они как бы на них таргетировались в первую очередь ну да я думаю мы я вообще собирался на эту тему немножко чуть больше с тобой подискутировать потому что выписывать все вот эти факты я их просто запомнил могу озвучить да то есть допустим те же газовые камеры смотри продолжение на канале парабеллум по ссылке в описании да вы совершенно правильно поняли и видео в новом формате теперь будут выходить на канале вольнов говорит так что подписываемся и не забываем ставить лайки и делиться этим видео со своими друзьями потому что все самое интересное совсем скоро будет на этом канале далее